добрый день меня зовут юлия доценко и мы с вами снова шьем снова шьем текстиль для нашего любимого дома и сегодня я придумала изделия которые не требуют выкройки то есть сегодня не будет ни эскизов никаких то точных расчетов все очень просто для того чтобы сшить изделие нужен просто ролл что такое ролл да ну у меня сейчас ролл немножко в разобранном виде на самом деле ролл это нарезка ткани на американском рынке да где вся индустрия работает для того чтобы рукодельницам было удобно и приятно и быстро сшить до выпускаются коллекции тканей в которой сразу в нарезке ширина полоски два с половиной дюйма ну по нашему шесть с половиной сантиметров чтобы вам было легче то есть для шитья вам понадобятся полоски ткани шириной шесть с половиной сантиметров но длиной естественно на всю ширину до метр десять американский хлопок у нас и так как я вам раньше говорила тренд этого года в принципе в прошлом году это началось и в этом году это продолжается это растяжка цвета то есть переход цвета от одного к другому и растяжка и сегодня как раз вот если вы посмотрите на то что у меня уже получилось как раз я сделала такую растяжку сегодня мы будем шить дорожку но могу сказать что если вы на дорожке не остановитесь а сошьете три таких то вы можете их шить между собой и тогда получится целое дело и так для того чтобы сшить нам с вами нужны полосы сколько полос у вас будет в изделии решать только вам да я решила собрать два самых светлых два бежевых и дальше уже у меня переход начался со светло-коричневого в тёпло-тёпло оранжевый красный и коричневый и заканчивать я все это буду зеленым почему полосы здесь будут разделены квадратами квадрат он такой же как ширина полосы то есть шесть с половиной на шесть с половиной сантиметров вот я и уже его нарезала причем из такой же полоски зеленого цвета зеленая окантовка у нас будет еще и у центральной части центре у нас квадрат оранжевого цвета то есть все у нас в размеру цвет с основной гаммы размер центрального квадрата 25 с половиной на 25 с половиной сантиметров значит для того чтобы начать эту дорожку дорожка у нас будет расходиться цветом в одну сторону и в другую сторону нам нужно сделать центральный элемент центральный элемент у меня квадрат с квадратом работать проще есть значит еще раз 25 с половиной на 25 с половиной дальше у нас этот квадрат будет обрамлять зеленая полоска зеленая полоска которая потом пойдет у вас вот сюда цветом ширина этой полосы для кроя 3 сантиметра ну то есть здесь она у нас примерно полтора выходит да если у вас припуск 07 полоса 3 сантиметра я ее тоже выкроила из вот она пожалуйста вот три сантиметра теперь допустим у вас есть роллы если они у вас есть то я дальше просто показываю что нужно делать если у вас их нет значит вы просто берете ткань американский хлопок в данном случае шириной 1 метр 10 сантиметров отрезаете кромку и нарезаете эту ткань на полоса шириной 6 с половиной сантиметров смотрите что мы делаем вот вы нарезали полосы берете эту полосу и у вас вот здесь вот у каждой полосы если вы заранее кромку не срезали остается кромка она вам в процессе как бы шитья она не участвует поэтому мы ее сразу отрезаем для тех кто знакомится с петчворком первый раз показываю инструмент для петчворка это мат линейка специальная и роликовый нож с помощью трех этих инструментов вы делаете все детали режете все детали или кроите все детали очень четко и очень ровно раз и все это можно выбросить можно оставить смотря как вы применяете либо не применяете эти кромки потом хотя у меня есть мастер-классы где мы из кромок тоже шили классные вещи дальше конечно правильному квинтеру было бы правильно взять линейку померить 27 сантиметров и отрезать но так как мы с вами знаем что ширина полосы метр десять а нам ее просто нужно разделить на 4 части я беру ножницы взяла большие раскроенные ножницы и просто полоса сложенная пополам разрезается ножницами дальше я их опять складываю пополам и опять просто разрезаю ножницы ножницы этим и фарасу звук швейный нисник ножницы должны быть очень острые чтобы у вас не были зажеванные края почему я это делаю так в данном случае в данном изделии четкость линии вот с этой стороны если вы на миллиметр увели сторону это не важно длина полосы четкая здесь тоже не нужно потому что у нас изделие будет такое что вот эти края мы срежем то есть здесь будет срез и совершенно не важно там одна на два сантиметра 2 миллиметра длиньше другая короче это не так важно в общем все полосы которые участвуют у вас в этом изделии вы должны вот таким образом порезать на 4 части 4 равные части длина вот этой полоски примерно 27 сантиметров я выложила полоски в той последовательности в которой я буду шить теперь смотрите у меня здесь по две полосы лежит и у меня есть квадраты к одной из этих полос я должна пришить квадрат квадратов мне не хватает и опять же показываю как кроить квадраты точно такая же полоса была ладу на мак мне есть маленькая линейка сколько линейк нужно квинтеру чем больше тем лучше да но маленькая большая должны быть это беру линейку совмещаю разметку линейки шесть с половиной шесть с половиной здесь линейка квадратная маленькая мобильная у меня есть большая но поверьте мне если бы к примеру я работала большой линейкой для сравнения линейку нужно удержать нельзя просто там ее бухнуть и что-то делать ее нужно удержать на месте вот представляете вот большая линейка мне нужен маленький квадрат я бы держала всю эту большую линейку она бы ездила все стороны мне бы было сложно чтобы облегчить себе работу я беру маленькую линейку совмещаю разметку шесть с половиной шесть с половиной угол образуется 90 градусов здесь угол попадает в точку все отрезаю сразу два потому что у меня полоска сложена вдвое если бы я кроила сразу на все одеяло а если бы я шила его за кадром я бы так и сделала бы сначала все раскроила потом бы съела шить теперь давайте начнем сначала начнем с квадрата да вот у меня квадрат представьте что этого ничего нет или представьте что вы уже шире шьете дальше теперь к этому квадрату я должна пришить я его должна обшить узкой полоской которая имеет у нас величину узко должна доходить вот досюда сначала нужно весь квадрат обшить а потом уже пришивать к нему все остальное но так как я для вас сделала это чуть-чуть заранее хвостики час отрежу чтобы мне было удобнее пришиваем полностью то есть мы ее просто прикладываем вот сюда просто совместили края и просто шьем так чуть я шью специальной лапкой для петчворка лапка с ограничением она называется для строчки по краю или прям так и называется для петчворка и шью мелкой строчкой длина стежка 1 и 9 край кусочков ткани я прижимаю к этому выступу металлическому и за счет этого припуск у меня всегда одинаковый видите очень ровный шов так теперь я срезаю здесь я же не отрежу сразу полностью как мне нужно я могу в принципе срезать ее вот таким образом шов я раскрою почему я люблю раскрывать швы кто-то заглаживает их в одну сторону кто-то раскрывает как я дело в том что это две разных школы европейская школа петчворка говорит о том что нужно заутюживать в одну сторону причем сторону темного американская клинт школа разутюживает в разные стороны вообще на самом деле это это не является ошибкой как вам будет удобнее делать так и делайте но вас никак не ограничивает ни в чем так и с другой стороны точно так же смотрите одна сторона у меня осталось без этой полоски я ее кладу сверху и просто так же пришиваю и теперь опять шов я раскрываю смотрите я не глажу его сейчас утюгом можно конечно взять маленький утюжок для петчворка можно взять большой утюг я не люблю маленький утюг поэтому пользуюсь паровой станцией ну мне так удобнее я так люблю можно их раскрыть и сейчас прям утюгом зафиксировать а можно оставить и расправить все швы уже в конце как вы сошьете все изделие вот квадрат обшит канта зеленую смотрите для новичков совет большой совет так как таких узловых соединений у нас будет много сейчас мы будем накладывать полоски одну на другую одну на другую так далее 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 чтобы у вас вот эта полоса из квадратов осталось посередине и не уползла никуда в сторону каждый раз когда вы пришили кладите линейку линейка это как ваш инструмент поверки вы положили у линейки есть четкий угол 90 градусов и по нему смотрите все ли ровно например с этой стороны ткани меня лежит ровно а вот с этой стороны угол чуть-чуть торчит ну вот буквально на пару миллиметров но я его срезала и теперь я буду знать что у меня не будет никакой кривизны так теперь я вот это откладываю немножко в сторону и следующий подготовительный этап состоит из того что нам к одной из полос нужно пришить квадрат и сейчас мы это будем делать цепочной строчкой то есть пришьем все сразу квадраты берем полоску кладем на нее квадрат квадрат у нас выкраин по линейке очень точно полоски у нас выкраины ножницами поэтому мы всегда верим квадрату если у нас часть полоски где-то в сторону немножко торчит мы ориентируемся на край квадрата и сейчас один за одним что значит цепочное соединение вот смотрите у меня детали они одинаково далеко я не прерываю строчку не прерываю шов я просто беру сразу следующий квадрат ставлю его сюда протягиваю чуть-чуть пару там пару тройку швов стежков и дальше следующий можно не до пихни опять совмещаю четко чтобы все стояло на месте никаких перекосов никуда ничего не торчало то есть видите такая гирлянда получилась у нас цветная так красивше да теперь мы просто вот эти пробеги которые были между элементами срезаю я просто их срезаю главное не потерять последовательность когда центральный квадрат готов мы можем пришивать полосы как мы это делаем вот у нас с вами каждой полосы теперь у пара да есть одна полоса и одна полоса с квадратом начинаем с той которая без квадрата просто кладем ее вот сюда выравниваем края и просто шьем смотрите дальше раскрываю и с другой стороны теперь я кладу полосу у которой есть квадрат и мне здесь важно чтобы стыковка углов у квадрата и у полосы прошла очень точно и очень удачно вот этот узел должен состыковаться четко если ваш инструмент это нож линейка и мат ну раскрою внимание хотя иногда мат тоже помогает то все должно получиться если у вас только ножницы такие одинаковые детали делать уже сложнее поэтому если вы решили заняться петчворком то придется покупать инструмент ну так как знаете пойти например стать парикмахером и при этом иметь ножницы для резки бумаги да то есть нужен инструмент тем более если вы метите на профессионализм на хорошее красивое изделие то тогда обязательно нужен смотрите мы мы пришили да следующую полоску я точно так же беру и тоже кладу ее в самом начале сейчас я пришлю эту полоску возьму следующую так где она у меня вот она у меня и опять буду пришивать сюда с самого начала потом возьму эту и так далее у меня будет образовываться вот такая лесенка все какая длинная дорожка у нас получился я ее еще не отгладил то есть сейчас я проглажу она будет чуть длиннее даже в принципе запросто можно сшить еще две или три таких сшить их друг к другу и будет одеяло и вот вам топ да можно даже четыре и маленький бордюрчик и вообще круто а можно оставить как дорожку и не нужно бояться того что у нас здесь не прямоугольник то есть дорожка она не имеет прямоугольные края а она имеет такой вот треугольник дорожка у нас получилась длинная и наполнителя в одну ширину было недостаточно поэтому я отрезала два куска наполнителя и сейчас буду его увеличить то есть я буду делать наполнитель длинным соединю две стороны и проложу здесь строчку соединять я буду зигзагом лучше всего для этого пунктирный зигзаг то есть тот который делает несколько стежков не просто влево вправо а делает еще стежки и можно будет приступать к сборке сэндвича под рукавом машины наполнитель я скрутила в жгут чтобы мне было удобно использую открытую лапку для аппликации и поехали небольшой нахлёст буквально один сантиметр даже чуть меньше на ширину зигзага ширина зигзага у меня 9 миллиметров вот такой шов получился все теперь крепко закреплено в этом месте никакого уплотнения нет все хорошо и в изделие она читаться не будет с выбором ткани для изнанки у меня сегодня не очень весело просто однотонный сатин вы посмеетесь скажите как это так имея магазин где большой выбор ткани ну да к сожалению так бывает когда дома я не храню много запасов и именно такого размера куска нет то есть мне нужен был длинный ну ладно работаем так дорожка у нас узкая но очень длинная я раскатала ткань по столу и заколов эту часть буду передвигать ее и закалывать дальше вообще лучше всего это конечно сделать на полу просто положить все на пол и сделать это на полу закрепить полностью всю ткань но я сейчас надеюсь на то что меня спасет только величина этой ткани то есть она у нас не сильно широкая я кладу сверху наполнитель у наполнителя у меня slim так 150 у него есть тоже изнанка и лицо лицо более гладкое блестящее кладу его лицом вверх и раскатываю туда распределять я его буду с помощью линейки вот такими движениями расправляю и сверху кладу дорожку изнанку и наполнитель я отрезала размером чуть больше чем нам требуется специально вот так ткань топа к наполнителю слегка прилипает за счет его структуры но все так же вы можете сделать это линейкой расправить все линейкой сейчас я беру булавки изогнутые булавки для почерка и начинаю скалывать скалывать нужно по углам закрепили угол помогаю себе ножницами протыкаю все три слоя и ножницами зажимаю замок после прокалывания этой стороны я продвигаю весь сэндвич и начинаю прокалывать дальше точно так же все разравниваю чтобы все лежало ровно нигде не было складок ни в коем случае не тяну просто разравниваю и продолжаю вкалывать булавки любую стежку мы начинаем с эскиза вы уже видели мой пост в инстаграм где я накидала 3 эскиза быстренько для этой дорожки там три варианта было да когда я села стягать я выбрала еще какой-то свой вариант но в принципе немножко похоже на то что было как я стягала центр давайте начнем с центра то что я это уже сделала для того чтобы вот этот рисунок у нас здесь образовался я сделал сначала разметку соединить диагонали то есть провела меловым карандашом линии которые соединили диагонали дальше я взяла такую штуку интересную это шаблоны для фистонов вот они у меня есть приложила их вместе пересечении диагонали и обвела и у меня получился вот такой цветочек то есть со всех сторон вот так вот обвела обвела и тут тоже самое получился цветочек потом взяла этот же шаблон и нарисовала линии которые составили мне вафлю или корзинку и еще называют и с этой стороны также то есть наклон у них у всех получился одинаковый и дальше я простегала начала стежку с того что сначала обозначил этот цветок в центре а после этого заполнила уже вафлю передвигалась вот таким образом от одного к другому и вот так вот спокойно заполнила все пространство после того как центр выстеган я проложила строчку в раскол по периметру центральной части для чего это нужно когда у вас стежка идет и она имеет нечеткие границы да то есть где-то у меня линия подошла здесь вплотную где-то вот у нас пустота и край в этом случае тоже имеет нечеткие границы для того чтобы эту границу сделать более четкой и ровной мы просто берем и делаем строчку в раскол вот эта часть это лента линия кусок ткани до кусок квинта он очень узкий если бы его ширина была больше двух сантиметров я бы обязательно положил туда стежку но в моем случае я заполнять стежка не стала потому что ну ширина где-то сантиметр с небольшим в принципе если делать линию в раскол с обоих сторон по периметру то она довольно хорошо зафиксированная не дает лишнего объема и по ширине совпадает шириной линии которые у меня на основной стежке то есть какой-то выбившийся фактуры здесь не будет поэтому я оставила это просто дальше мы уже поняли что я положила свободные перья с обоих сторон но прежде чем я делала перья я простегала середину середина это у нас вот эти вот квадратики и вот сейчас на этом экземпляре с этой стороны я покажу что я сначала сделал поменьше линейку я нарисовала здесь вот так вот крест мне это нужно для того чтобы потом положить во внутрь стежку в некоторых местах булавки эту стежку я рисовать не буду я делаю только лишь разметку которая поможет мне положить ее ровнее поэтому если вы боитесь что у вас рисунок уплывет тоже сделайте это если вы не боитесь если вы говорите у меня глаза у нас я уже все это дело автоматически то не тратьте на это время карандаш меловой тонкий если вам не видно на экране сейчас линию я ее вижу очень хорошо он стирается с помощью ластика который у него вот здесь на обратной стороне либо ручка ластики есть такая которая вообще там сплошной один большой ластик который у вас будет служить очень долго и сначала я буду делать стежку вот этой центральной части а потом уже перейду к стежке на эту сторону и на эту сторону но опять же смотрите здесь вы уже заметили что часть вот этих зубчиков мы будем отрезать и мне нужно понимать до какого места я могу класть стежку чтобы не было такого сюрприза что потом когда я все лишнее отрежу и у меня отрезалась истежка тоже поэтому я должна определить линию которая будет у меня границей за которой я не могу выходить так чтобы все было ровно я беру себе на помощь квадратную линейку кладу ее вот здесь по центру по центру квадрата по центру квадрата и беру линейку которой есть разметка 45 градусов и эту разметку линию на линейке совмещаю с линии квадрата вот таким вот образом вот смотрите у нас лежит квадрат который повторяет форму квадрата в центре дорожки линия 45 лежит ровно по стороне квадрата и вот здесь вот я уже могу маркером рисовать ограничивающую мою стежку беру пока синий на свет он водорастворимый маркер синий я считаю должен быть у каждого квилтер вы или просто шьете лоскутное шитье просто не не стягаете все равно я думаю он у вас под рукой есть на те цвета где у вас позволяет как бы можно класть синий маркер а дальше уже вы переходите на светлый карандаш и чтобы не потерять эту линию линейка у меня 60 сантиметров но ее не всегда хватает я ее кладу так чтобы эта линия продолжался дальше каким образом вы еще можете ориентироваться смотрите где лежит линейка то есть если здесь у меня линейка лежит на уголочке то здесь она мне не должна улетать от него вот да то есть тоже важно иначе линия у вас пойдет в крифе в кость обращайте на это внимание и теперь опять беру белый маркер и рисую себе линию кстати хочу напомнить что дорожку мы шили вот из такого набора вот 12 отрезков ткани шириной 6,5 сантиметров это ролл стоимость ролла что-то около 1000 рублей точно вам скажут жули до квилд и для дорожки нужно будет еще взять ткань для квадратов ткань на окантовку и ткань для центра то есть там все вместе выходит тысячи с небольшим очень классно а если вы защите три таких то у вас получится одеяло я думаю сейчас если я сделаю дорожку сделаю фотографию сложу в три и можно будет хотя бы схематично изобразить одеяло так как у нас с вами область стежки лежит в середине мы не можем начать стежку откуда-то с края да поэтому обязательно мы должны опустила иголку подняла иголку вытащила нижнюю нитку обе нитки наверх для контроля все обе нитки вверху иголка установлена в положение вниз всегда когда я буду останавливаться она будет вставать в это положение если в вашей машине есть такая опция либо вы собираетесь покупать машину для стежки ищите эту опцию это очень удобно потому что всякий раз когда вы остановились просто перехватить руки либо встали остановили строчку и ответили на телефон там не знаю погладили кота или еще что-то сделали ногу почесали в конце концов у вас всегда иголка будет оставаться в изделии это даст отсутствие перемещения изделия ведь я его дергаю даже если вдруг кот подошел потянул своей лапой да ничего не произошло либо вы специально случайно там задели у вас не будет большого скачка строчки то есть строчка начнется ровно с того места где она закончилась если в вашей машине такой функции нет доворачивайте ее вниз маховым колесом просто опускайте и принудительно ее туда засовывайте так я одеваю перчатки я буду рисовать для чего я нарисовал этот крест да я буду рисовать петельку в треугольнике то есть весь треугольник будет занят петелькой в конечном итоге когда петельки сойдутся с двух сторон буду делать стежку сначала вниз с двух сторон потом вверх с двух сторон это нужно для того чтобы не делать стежку каждого квадрата чтобы прерывать нитку и и каждый раз ее начинать то есть нужно продумывать стежку пару уколов на месте смотрите что у нас получились такие цветочки после стежки дорожки мы с вами отрежем все лишнее каким образом это будет происходить сейчас я покажу вот мы нарисовали вот эту линию собственно вот эта линия она практически будет являться у вас линия обрезки единственное я бы наверное прибавила к ней пять миллиметров потому что опять же нужно смотреть за стежку как легла стёжка потому что нужно учитывать что вы к ней будете пришивать еще окантовку то есть все отрезается все лишние отрезается и после этого шьется окантовка поэтому если где-то перья подошли близко вот здесь например перу меня подошло близко либо она у вас прячется под окантовку либо вы даете чуть больше здесь расстояние и сохраняете это перо но тут уже принимать решение вам либо вы рисуете две линии одна линия это край по которому будет сделана обрезка и вторая линия это край на которой будет пришита окантовка и уже будете знать что туда заходить стежкой нельзя а после обрезки вы приступаете к пришиванию канта после стежки я обрезала края дорожки все треугольники срезала проверила на симметрию ровно ли у меня получилось вся ли ширина у меня одинаковая и сейчас я готова пришивать кант для канта у меня 5 полос шириной 4 сантиметра длиной 110 сантиметров я их сшила между собой под прямым углом швы разутюжила и сейчас буду пришивать кант прежде чем я буду пришивать кант обращаю внимание на то что стежка у нас была довольно просторная такая и края они имеют некую волну да то есть эту волну я сейчас буду убирать окантовкой каким образом я буду слегка натягивать ткань окантовки слегка подчеркиваю несколько раз главное не перетянуть потому что если перетянуть то соответственно у нас будет стянутое изделие пришивать я начинаю середины любой стороны отступаю сантиметров 5-7 от начала пришиваю я лапкой для пэтчворка то есть соответственно припуск у меня будет держаться постоянный таким образом и сейчас внимательно нужно посмотреть каким образом я буду проходить углы итак первый угол который мне встречается он не является углом 90 градусов но он точно также имеет у нас угол значит соответственно мы должны остановиться в точке которая равна удалена и от этой стороны от этой стороны то есть здесь точки припуска останавливаем строчку и сейчас я должна пойти ровно в угол разворачиваю вот так и иду в угол я даже обрежу нитку чтобы было понятнее вот таким образом я пошла ровно в угол вот он угол и я завершила строчку здесь теперь я укладываю кант по этой стороне закладываю здесь небольшой уголок вот так и начинаю строчить от края здесь у меня уже стандартный угол 90 градусов поэтому поступаю как обычно дохожу до точки припуска и поворачиваю под углом 45 в угол вот таким образом под 45 в угол опять закладываю складку выравниваю ее видите то есть она легла ровно по этой линии шва вот почему нужно нам здесь закладка 45 градусов если не понятно как это происходит посмотрите любое другое видео на моем канале и вы увидите я там тоже подробно рассказываю как пришивать окантовку теперь когда я дошла до конца до начала вернее канта я отрезаю здесь остаток у меня хвостик небольшой остался на величину припуска этот шов я завершаю обрезаю нитку и вот сейчас мне нужно сшить два конца канта сшиваю я прям вот так прямо никаких косых швов этого здесь не нужно ткань довольно тонкая никакой толщины она вам не даст все хвостики сшила и теперь продолжаю шов это я расправляю все кант пришит остается только вывернуть его на лицевую сторону но сейчас покажу поближе как это будет так теперь выворачиваем окантовку вот сюда на изнанку и что мы делаем складываем и вот таким образом немножко руками обозначаем место сгиба я прям пальцами это делаю и далее начинаем пришивать окантовку вручную с угла то есть вот таким вот образом вот здесь прячем ниточку двигаемся сюда и когда вы уже сделаете полный круг ваш угол сложится вот так вот таким вот образом вот так вот будет выглядеть угол с изнанки и вот так вот будет выглядеть угол с лица как складывается угол который у нас с вами не 90 градусов но в принципе точно так же смотрите точно так же мы немножко загибаем кант вот она сторона и по этой же стране вы двигаетесь то есть вот так вот пришиваете крепите в углу делаете небольшой защип поворачиваете кант в эту сторону и у вас здесь угол он просто чуть меньше видите он просто не такой не такой острый да получается вот так вот он будет выглядеть с изнанки и вот такая маленькая складочка у вас получается на лице в общем в итоге окантовка будет аккуратная и стабильная на всем протяжении вашей дорожки вот так красиво если у вас угол получается круглый и вот это соединение больше похоже на просто какой-то сморщенный пупок значит вы неправильно заложили кант и следует его перешить